так всем привет короче сегодня хочу немножко заняться мопедкой пока есть время короче из сейчас очевидных проблем есть какой-то стук звон в моторе на холодную на горячую пропадают на холодную есть сейчас хочу снять головку и посмотреть свечу уже открутил ну свеча не знаю хороший это или нет короче первое что я видел когда начал откручивать то что очень слабо были закручены бочки и вот здесь с края было масло короче видно было что мотор у меня все время вы масса с этой стороны и я не думал что этот просто тупо из-за того что давит масло короче потому что слабо затянута головка вот так там тоже нагар сейчас короче буду смотреть так в целом вроде ничего критичного здесь только с одной стороны так было интересно что там такая за темная каемка снял прокладку вот эту это про короче просто слой песка толстенный так что там правда что могут быть задиры вот это все это песок жесть просто жесть нет слов сейчас буду убирать его так короче я разобрал мотор относительно чисто я не нашел прям таких задиров задиров следы следы работ или как там это называется ничего особенного просто очень грязно и очень грязный песок песок очевидно через воздушный фильтр попадал туда но сейчас я немножечко изменил его и туда заснул прям такую губку плотную вот так дальше почему стук я думаю что стук потому что есть здесь люфт первых люфт вот такой вот и люфт вот там вот не знаю насколько ли это насколько это нормально сейчас пока все почище больше сделать я ничего не не смогу меня нет ни запчастей я не готовился даже не смотрел видосы про переборку все такое так что сейчас а вот я ведущим надорванную прокладку там вот еще откуда может масло подать а вот сверху нагар и еще вопрос про кольца маслосъемные должны ли они настолько отходить или это нормально или нет они вот так болтаются прям так короче при попытке собрать все обратно и затолкать маслосъемное кольцо вовнутрь цилиндра короче я сломал сначала до его а потом потом еще один кусок у меня упал вовнутрь короче чуть переделала собрать я вашу сторону уже не смогу так что снимаю целиком мотор пробуют перевернуть и достать оттуда этот кусочек колька кольца все как обычно блин ничего нового так короче история получила предложение я сейчас быстро сгонял магазин нашел даже нашел магазин не сгоняла сначала нашел с куском кольца и мы подобрали вот такие вот колечки не чуть поменьше что что там неплохо поэтому сейчас что я делаю я сейчас сниму мотор по-быстрому попробую достать кусок который туда упал либо соберу обратно и короче это все соберу на столе чтобы удобнее было вот такой под план действий на крышку сцепления в каком состоянии сейчас сухари свинных пробок они пробежали получается порядка 130 километров да может даже чуть больше 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 они пробежали километров 200 больше не получилось так они сейчас выглядят но не неплохо выглядят на самом деле шел набор нормальных сухарей но пока не до них пока мотор на располагаете так то что уже не знаю сколько прошло времени с момента как я уронил кусок масло съемного кольца внутрь мотора и вот сейчас момент x потому что видите он уже располовинился и я сейчас уже разобрал вообще практически целиком были тот магнит не снял а вот и сейчас я уже узнаю в скором времени действительно ли упала туда что-нибудь или там пусто я разобрал его просто так интрига так продолжение истории с мотором какой сейчас у нас прогресс прогресс такой что осталось снять коленвал но не снимается он по той причине что-то гребаный магнит он сидит здесь не просто так он тут на этой оси с резьбой и я не могу его открутить вообще никакими бляха средствами просто никак он не откручивается вот таким образом это заблокировал колено чтобы она не крутилась и с двух рук пассатижами пытаюсь открутить и ничего не выходит и я вообще в душе не это самое не знаю как можно этот сраный магнит открутить отсюда он не выбивается в другую сторону соответственно и в эту сторону ему мешает колено выбиться то есть его никак не разобрать до конца и проблема в том что я так и не нашел кусок маслосъемного кольца ради которого собственно все затевалось соответственно я предполагаю что она где-то на внутренней стороне вот там находится и в общем пока результата вообще разборки нету никакого кроме потраченного времени испорченных запчастей в плане там прокладок и вот этих всех штук минус 2 кольца и огромное количество времени потрачены залил сейчас в дэшкой маслицем прокапал еще раз но я думаю что она наверно как-то не с такими усилиями должно откручиваться какие я прилагаю такие вот дела короче все дерьмово так ну что ж наступило проложение нашей истории про восстановление мопеда забрал посылку из китая два комплекта прокладок полностью на мотор на глушитель на все 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 еще сухарики запасные здесь тоже самое все прокладки и сухарики также заинтересно вот эта звезда на 32 зуба с ней вообще должен поехать хорошо мопед сейчас стоит на 48 от 32 намного меньше намного быстрее скорее всего будет и вот такая ручка куда можно подвести сразу два тросика чтобы все тормоза были на одной ручке чтобы не было забора из ручек как сейчас потому что сцепа добавилось и вот это я ручка разгружу короче руль будет красиво жалко что колечки пока не пришли но ничего уже работа есть можно пока звезду поменять и поставить вот эту штуку классно так продолжаем новая звезда снял колесо смотрите старая звезда сток стандартная на 48 зубов и вот насколько эта звезда меньше это 32 зубы а нет не 32 36 не помню точно напишу не помню точно хотел вроде самую маленькую но в итоге вроде взял что среднее так меня тут осенило то что у меня нет новых маслосъемных колечек это же не значит что я не могу сейчас собрать мотор но условно говоря до цилиндра до чтоб потом два колечка поставить и до собрать так что я сейчас буду собирать обратно половинки не вот я уже поставил прокладку между двумя половинками картера смотрите какая дерьмовая прокладка она вообще не подходит не знаю как прорезать сейчас по новой что ли тут дырки чтобы ничего не закусило вообще отстой так процесс потихоньку идет уже собрал половинки магнит поставил и короче вот здесь я не буду ставить сюда эту шпонку или как она называется потому что у меня в итоге так и не получилось его сдернуть он запрессован туда вот меня что-то обнаружился недостаток от этих шпоночек и поэтому я не буду ставить сюда не поставлю другие более важные места так собираюсь цепу смотрите вот эти сухарики я заказывал отдельно вот эти шли в комплекте с прокладками на мотор и из таких красненьких ни один вообще не встал на место а зелененькие они вообще абсолютно четко встали я ни один не подпиливал ничего идеального встали прям каждое свое место прекрасно короче везде сегодня провел на улице за столом и вот этим вот пациентом в итоге не получилось у меня вот этот вал забить его достаточно глубоко туда внутрь чтобы корзина нормально села и проблема в том что надо греть в общем вот это место чтобы вот этот подшипник туда ушел глубже вот до того паза у меня не получилось это сделать на холодную вот и я немножечко я даже вал погнул ну чуть-чуть там в рамках скажем так погрешности и пару раз где-то еще жахнул по резьбе короче возможно придется покупать мячик и резьбу там немножко править только хуже очень сделал как обычно и по итогам из результатов я просто собрал две половинки картер и все я в прошлый раз вообще не мог поставить там вал внутри стоит через весь мотор проходит вот сюда вообще никак не мог короче сейчас я подумал у меня же есть вот эта штука а металл при нагревании расширяется поэтому я сейчас стоял и где-то две-три минуты на вот этом своем туристическом примусе стоял разогревал так руках мотор и разогрел посадочное место и потом быстро жахнул туда эту ось и она села и вот я уже закрутил звезду представляешь удивительное дело вообще с помощью туристического примуса просто все чиниться сейчас мне надо будет еще маленькую звездочку таким же макаром посадить куда она потерялась ну короче еще одну звездочку вот сюда надо будет вот она ее разогреть и потом ее тихонько так при чпокнуть вот сюда романтика так немного апдейтов по сборке мотора сегодня хорошо продвинулся удалось на горячую посадить вот эту ось пройдет отсюда и собственно под корзиной достал свою туристическую горелку и просто на ней разогрел мотор и жахнул все села хорошо собрал корзину потом замучился с малой шестерней пришлось ее немного напильником подсточить пробовал на горячую обжег палец и на холодную только не пробовал в итоге напильником ее сточил изнутри и в итоге она села так дальше там это все собралось в прошлый раз сейчас проблема вот какая вот чтобы посадить звезду сюда ведущую звезду нужен мне вот этот маленький штифтик который уходит вот туда вот в тот паз у меня его нет я потерял похоже что один штифт потерял потому что у меня было два и один ушел вот сюда второй ушел на малую шестерню соответственно мне сейчас где-то надо будет раздобыть я сейчас поищу конечно но по-моему он утерян и вчера пришло сообщение с почты что скорее всего что мне пришла посылка и скорее всего надеюсь это маслосъемные кольца так что вот такой прогресс в целом вроде все неплохо так немножечко апдейтов уже все приобретают такой вот вид вчера ночью собрал мотор но есть подозрение у меня бы ссать маслом потому что там как-то прокладка криво встала я не заметил это ну один хрен сейчас уже до соберу сейчас сложности возникли с чем первых с тросиком сцепления потому что он уже весь такой пошел пошел короче раз распутываться вот бахромой такой и так как я поставил звезду меньшего диаметра у меня получается цепи великовато и надо два звена цепи еще спилить вот так что еще сделанного ну вот в целом основное прикрепил мотор закрепил на резиновой прокладки сделал из старой камеры протектор срезал что прям вообще было к месту хорошо много потратил времени на это здесь прокладки все новые короче все что мог поменял но там конечно вопросик у меня есть потому что она прям просвечивается есть подозрение что просто будет масло бежать оттуда с бензом так принципе все то сейчас с того что осталось это надо подпилить цепь и потом уже с цепа вот здесь до доделать в чем забавно первый раз когда ставил цепь мотор едва прокручивался потому что был ну прям новый завода сейчас там все обильно подсмазал и мотор уже поездил чуть-чуть сейчас я могу прям двумя пальцами крутить звезду такие вот дела всякого красота сейчас заглушу и расскажу что сделал так что было сделано первых сложность была со звездой потому что она намного меньше чем стандартная и натяжитель стоял вот здесь его пришлось переместить вот сюда вот чтобы цепь хоть как-то была натянута все равно этого недостаточно здесь надо либо второй натяжок ставить либо еще укорачивать цепь у меня нет на это силы сегодня замучился спиливать еще одно звено так потом из проблем сыт карбюратор немножечко вот то место где у меня были подозрения насчет того нормально ли я собрал видит прокладка там торчит она сухая то есть короче в эту полочку бенз кара капается карбюратора они оттуда что хорошо вот мотор почему-то не крутится верха но я так особо не пробую просто ради интереса пару раз крутанул ручка и не крутится но заводится хорошо по раз потянул сцепу собственно все она едет но конечно пока я не заметил никаких положительных результатов потому что но я имею ввиду из-за звезды никаких скоростей высоких конечно нет потому что сейчас обкатка по новой километров 200 надо обкатать вот то что тяги не хватает на низах вообще стало очень сильно заметно по сравнению с той звездой бонусов плюсов пока я не вижу вот такая вот история я еще очень рад что закончилось что она завелось это непередаваемое ощущение да так небольшой апдейт по мотовелику сегодня выезжал хотел прокатиться в сторону гор хотя бы 20 километров в итоге проехал километров 5 может быть и сломалась сцепа то есть при отпущенном рычаге сцепления такое состояние будто сцепление выжато у меня были инструменты с собой я разбирал вот эту крышку сцепу разбирал но такое ощущение что будто это вал который там идет внутри просто будто он сломался короче никакой связи нет между этими двумя звездами этой звездой и сцепой и короче у меня нет совершенно никаких сил разбирать это опять и я вообще просто хочу это продать закиньте копейки хотя бы кому-нибудь меня что-то кончились силы так короче продолжение истории я уже дома и сегодня в спокойном спокойных условиях разобрал опять сцепу снял звезду и я понял в чем была проблема в том что вот этот шапулинт или как он называется да вот который вставляется в этот паз и звезду должен вставляться одновременно и туда и дам тот шапулинт который держит это все дело его просто срезала и вот он выглядит вот так сейчас не мудрено что срезала потому что он не влезал и его подпиливал но я не понимаю как можно туда сейчас что-нибудь запихнуть и где взять что-то такое что можно туда запихнуть собственно поэтому прокручивалась вот эта ось но все проблемы поэтому все остальное работает нормально только шплинт не знаю что с этим делать из чего и вообще шплинт ли это как он называется тоже не знаю пока что так ну шо я же все собрал я эту штучку шпонку сделал знать из чего не знаю конечно сколько это проживет я взял такой гровер и просто кусок гровера по размерам отпилил надфилем подогнал немножечко подрезал подделал и поставил из цепы уже закрутился собрал сейчас буду выкатывать и проверять но заведется заведется не хорошо да собака ну ура после двух трех регулировок сцепы с этим винтом а в итоге все завелось ну понятно что неизвестно насколько но сейчас все нормально работает холостой ход даже есть так что небольшой но успех все таки сейчас поставлю крышку и все и пока что вставляю